У слушателей этих курсов одно желание – снова работать врачами. Но пока им приходится ждать, хотя медиков в Германии остро не хватает. Все присутствующие здесь – дипломированные врачи, в том числе Шамсия Саед. Она гинеколог, 15 лет назад приехала из Афганистана и с тех пор добивается того, чтобы немецкие власти признали её диплом. У каждого из этой группы своя история, хотя все они похожи. Хождение по всевозможным инстанциям всякий раз новая, порой противоречивая информация. В итоге каждому сообщали, что он должен сдать экзамен. Но перед этим ещё как минимум год учиться. Если бы я 10 лет назад могла работать, государству не пришлось бы платить мне деньги на жизнь. Но мне платили целых 10 лет только потому, что я числилась безработной. Но иначе быть не могло. Мне было очень неприятно, но и государство, думаю, тоже совершило ошибку. С помощью нового закона правительство Германии намерено ускорить процедуру признания профессиональной квалификации иностранцев, выработав единые для всех критерии. Сегодня они разнятся в зависимости от федеральной земли. Однако не все считают новшество большим прорывом. Не урегулирован вопрос о финансировании курсов, которые человек должен будет постить, если в его подготовке выявят пробелы. Многие мигранты не в состоянии сами заплатить за такие курсы, как, например, наши, для медиков. Рафи Кафиш считает новый закон лишь первым шагом. Ведь тех курсов, которые существуют сейчас, явно не хватает. Рафи приехал в Германию 18 лет назад из Афганистана. Долгое время зарабатывал на жизнь мытьём посуды. Но пару месяцев назад всё же сумел сдать экзамен на подтверждение квалификации и устроиться терапевтом в одной из клиник Гамбурга. Я рад, что спустя 18 лет всё же достиг своей цели. Теперь у меня всё хорошо, и я счастлив, что могу помогать пациентам. Доволен этим и начальник Рафи. Он охотно принял бы на работу ещё больше мигрантов, потому что считает их находкой для любой клиники. Теперь мы можем лучше обслуживать пациентов-иностранцев. Во-первых, наши коллеги-мигранты помогают устранить языковой барьер. И во-вторых, многие коллеги-иностранцы особенно трудолюбивы, и мы это только приветствуем. Летом экзамен на подтверждение квалификации сможет сдать и Шамсия Саед. Она надеется, что новый закон позволит многим мигрантам избежать трудностей, с которыми пришлось столкнуться ей самой.